Привет! С вами Людмила Семененко, ваш тренер по струйному образу жизни. Выхожу с вами на связь, чтобы пожелать доброго утра, хорошего настроения, отличного стройного дня и для того, чтобы показать вам струйную фишечку дня, которую я сегодня утром сорвала на улице. Показываю. Угадываете, это что? Это у нас горькая рябина. Что стоишь, качаясь? Горькая рябина. Я, между прочим, прочитала такую штуку. При случае можете попробовать, действительно это так или нет. Если найдете дерево рябины, у нас оно довольно распространено, на юге нет, в других широтах больше. Можно прислониться к этому дереву и говорят, что оно снимает стресс. Интересный факт. Обязательно попробуйте и при случае доложите, получилось у вас или нет. Но поскольку я все эти деревья вижу в чужих полисатниках, скажем так, рискнула все-таки сорвать веточку, стоять прислонившись как-то не совсем к камельфору. Но если вы найдете в лесу, попробуйте обязательно. Почему рябина не столь распространена? Потому что, во-первых, она все-таки горькая. Сладость приобретает только после морозов, когда она уже такая мягенькая, становится сладенькая. А польза в ней, конечно, не меньше, чем в любых других фруктах. Но это скорее фрукт, чем ягода, потому что он и внешний, и внутри больше напоминает яблоко, чем ягоды. В любом случае, конечно же, и пектины, и бета-каротин, и провитамин А, как раз бета-каротин, вспомнила, как называется, такую окраску рябине придают. В ней этого много. Витамина С, кстати, тоже. А поэтому, конечно, использовать ягоды для профилактики вирусных, простудных заболеваний, всяких ангин и прочего-прочего-прочего, очень даже имеет смысл, особенно сейчас, в осенний-зимний период. Поэтому, если растет у вас где-то рядышком, в экологично благоприятном месте дерево рябины, запаситесь немножко, заморозьте или уже подмороженную собирайте, засушите, как хотите, и используйте в чай, например, отлично, витаминно-похудательно и иммуномоделирующий, скажем так. Пользуйтесь этой стройной фишечкой дня, красивая. Никогда не сидите на диетах, будьте бодры, веселы. Обязательно ставьте под видео лайк и оставайтесь на связи. Всего вам доброго. Пока.